Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Писатель Борис Розин. Все писатели делятся на любителей и профессионалов. Любители пишут жалобы, профессионалы на них отвечают. Начальнику ЖЭКа от жильцов дома номер 6. У нас в подвале из трубопровода течет вода. Просим принять меры жильцам от начальника ЖЭКа. За последнее время наш ЖЭК добился больших успехов как в работе, так и после нее. Досрочно, в июле, залита водой хоккейная площадка. Заасфальтировано три новых песочницы. На ваше письмо сообщаю. Факты, изложенные в нем, подтвердились. Трубопровод действительно проходит по вашему подвалу, так как прокладывать его по чердаку экономически нецелесообразно. Начальнику ЖЭКа от жильцов. В то время, как многие страны мира испытывают недостаток в пресной воде, у нас в подвале ее уже по пояс. Требуем устранить течь. Жильцам от начальника ЖЭКа. Рад вашим успехам в создании искусственного пресноводного озера в нелегких подвальных условиях. Ваш дом объявлен заповедником и занесен в красную книгу. В данный момент рассматривается вопрос о проведении в вашем подвале чемпионата Европы по подводному плаванию. От жильцов в горе с полком. У нас в подвале течет вода. Тонет имущество и продукты. Начальник ЖЭКа не чешется и грозит чемпионатом Европы. Примите меры или устраните течь. Жильцам от начальника ЖЭКа. На ваше письмо в горе с полком сообщаю. Меры приняты. Чемпионат Европы перенесен из вашего подвала в Копенгаген. От жильцов в Министерство коммунального хозяйства. В нашем доме не все умеют плавать. Хотя за некоторыми продуктами приходится нырять в подвал, где течет труба, из-за чего и пишем. Просим навести порядок. Жильцам от начальника ЖЭКа. На ваше письмо в Министерство коммунального хозяйства сообщаю. В нашей стране самая низкая квартирная плата. Большие успехи, достигнутые в размещении по разным помещениям того, что раньше совмещалось в одном, тем большую тревогу вызывает тот факт, что часть жильцов вашего дома не умеет плавать. Соблюдайте меры предосторожности. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте за буйки. От жильцов в организацию объединенных наций. Извините, что пишем на царевшей бумаге, но наше дело труба. Вот уже полгода, как она течет. Вода размыла фундамент. Дом находится на плаву. У многих жильцов началась морская болезнь. Просим созвать экстренное заседание Совета Безопасности. Жильцам от начальника ЖЭКа. Диа Фрэнс. Бонжур. На ваше письмо в Организацию объединенных наций сообщаю. Меры приняты. Заместитель генерального секретаря по европейским делам лишен 13-й зарплаты. Всем постоянным членам Совета Безопасности отпуск перенесен на зимний период. Ваш вопрос включен в повестку дня, предстоящей осенью сессии Генеральной Ассамблеи от жильцов. Всем людям доброй воли, голубиной почтой. Всем, всем, всем. Ночью 8 июня наш дом штормовой волной был унесен в море. Из 16 этажей над поверхностью осталось только два. Через шахту неработающего лифта вода поднимается все выше, дом постепенно погружается в море, дрейфуя навстречу гольфстриму. СОС. Жильцам от начальника ЖЭКа. Дорогие жильцы. Большому кораблю... Большому кораблю семь футов под килем. Пролетая над территорией вашего дома, шлю привет, и это звуковое письмо. Как и все люди доброй воли, с восхищением слежу за вашим смелым экспериментом. По своей значимости он глубоко превосходит знаменитое плавание Тура Хейердала на Конь-Тики, Ра и Тигрисе. Поскольку нами уже приняты заказы на весь следующий квартал, мы сможем прислать к вам своих специалистов по ремонту лифтов осенью. Ждите нас каждый вторник октября с 4 до 6 утра в правом верхнем углу Бермудского треугольника. А пока для вас звучит песня «Море зовет». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...